Здравствуйте, дорогие зрители и особенно зрительницы! Поздравляю вас с Днём Канады! Ну и, как всегда, жизнь подбрасывает сюрпризы. Как раньше говорили в советской пропаганде, глубоко символично, что именно сегодня, в День Канады, я встречаюсь с сыном моего старого друга, с которым мы когда-то работали в канадской редакции радиовещания на зарубежные страны. То есть мы с Украины вещали на Канаду и рассказывали, насколько лучше жить в советской Украине, чем в Канаде. Ну, естественно, пропаганда дала свои плоды. Как вы знаете, я уже 25 лет сам живу в Канаде, а вот теперь и его сын, моего друга Николая Канишевского, он был когда-то известным телеведущим телепрограммы Викна на Украине, а его сын Дмитрий Канишевский, будущий звезда то ли режиссуры, то ли операторской, ну, в общем, будущая звезда то ли канадского, то ли украинского, то ли мирового кино. Он сейчас обучается в Канаде, в киношколе, и вот сейчас мы с ним поговорим и зададим ему вопросы. О Канаде, о жизни, о кино, ну и о прочем, и о прочем. Смотрите и слушайте. Дима, давай начнем с такого вопроса, в нашу беседу. Ну, представь себе, вот я положил перед тобой такую волшебную кнопку, и она перед тобой лежит на протяжении 10 секунд, потом она исчезает навсегда и больше никогда у тебя не появится. Если нажимаешь на эту кнопку в течение этих 10 секунд, то ты остаешься жить и работать в Канаде. Конечно, ты можешь посещать там Украину, любую другую страну, но твое основное место жительства будет Канаде. Твои действия? Нажимаешь или нет? Время пошло. Да, нажимаю. Почему? Потому что, когда я только приехал в Канаду, я почему-то почувствовал, что это, так сказать, апгрейдженная Украина. То есть мне показалось, что Ванкувер, особенно пригород Ванкувера, он очень похож на то, какой страной Украина хочет быть. И поэтому мне менталитет тут, в принципе, похожий. А в чем он похожий менталитет? Канадцы, но украинцы? Ну, да, какой-то... Понятно, что плохие люди есть и у нас, и в Канаде, так скажем, но какая-то вот гостеприимность и то, что ты ощущаешь себя своим в стране, вот оно присутствует. Оно иногда исчезает, скажу честно, особенно, когда, ну, задумываешься, что будет в будущем, будет ли работа, куда потом поступать и все вот эти дела. То, конечно, есть такой момент, что, ну, просто стресс поднимается и непонятно, хочется тебе остаться здесь или нет. Но вот если... Если бы не было бытовых проблем, вот это все устройство, то есть ты нажал бы однозначно? Конечно, если у нас есть работа, ну, гарантированное обучение, гарантированное, то когда, конечно, без проблем. И заработок желательно. Будет работа, заработок сам придет. Хорошо, а вот расскажи, где ты учишься, чему ты учишься, зачем ты учишься, на кого ты учишься? Да, я сейчас учусь в Ванкуверской киношколе на программе кинопродакшн, фильм продакшн. И нас обучают там всему. То есть первые три семестра из шести нас обучают всему. Пяти основным областям в этом искусстве. Это режиссура, продюсирование, продакшн дизайн, операторская работа и постпродакшн монтаж. Вот. Еще, понятно, есть такие работы, как First Idea, это второй режиссер, если переводить на русский язык. Тоже очень интересная работа. Я думал, что меня это никогда не заинтересует, потому что это надо составлять графики, постоянно следить за командой, чтобы все шло по плану. А в кинопроизводстве никогда ничего не идет по плану, как правило. Вот. Но мне эта работа, как ни странно, очень понравилась. И я хотел бы еще попробовать себя в этом. А как ты можешь сравнить учебный процесс? Ты учился там в специализированном лицее, так сказать. Как учебный процесс тут, в Канаде и на Украине? Как они отличаются? И какой тебе больше нравится? Ну, это несравнимые вещи абсолютно. Потому что в Украине я хоть и ходил в американскую школу, но это было как просто школа. То есть там были какие-то предметы более интересные. И, допустим, на последнем году я брал все предметы с уклоном больше в искусство, больше в арт, медиа. И даже, наверное, сейчас немного жалею об этом, потому что, конечно, базы, вот именно high school базы у меня как таковой нету. И это создаёт трудности поступления куда-то в более серьёзные учреждения, так скажем. Но будем пробиваться. А в Канаде вот я учусь в киношколе. Это прям очень специализированная штука. То есть там нету как обычных предметов. Даже это на университет не похоже. Очень много практики. И теория, конечно, есть, но она тоже очень специализирована по тем предметам, связанным с киноискусством. А вот как атмосфера более творческая, более ограниченная? Вот как атмосфера в школе на Украине и тут? Какие тут твои соученики, какие взаимоотношения? Чем это всё отличается? Опять-таки, это очень разные, я бы сказал, даже слои населения. И надо учитывать, что в Украине очень большой водораздел между богатым слоем и людьми, которые победнее. В Канаде всё-таки есть средний класс. И в Канаде все себя чувствуют примерно одинаково по сравнению с Украиной. Потому что в Украине так получилось, что моя семья могла себе позволить отдать меня в очень хорошую школу. Очень дорогую. Но иногда там было прям очень некомфортно среди, как скажем, детей. Ещё более богатых. Ещё более богатых детей, конечно. И даже я, учитывая то, что я ходил в эту школу, то была какая-то... Ну, не то, что прям дискриминация открытая, но были некомфортные моменты, скажем так. В Канаде все себя чувствуют примерно одинаково. Я чувствую себя абсолютно комфортно. И все тоже прилетели из других стран. Тоже у многих это первый год. Поэтому я тут чувствую себя на равных абсолютно. И атмосфера тоже положительная, потому что все переходят один и тот же этап в данный момент. А из каких стран? С кем ты дружишь? У нас очень мало канадцев на самом деле. Мы сегодня до 6 утра снимали короткометражку одну. И все были с моей группы. У нас сейчас онлайн-обучение. То есть это со школой не связано. Мы просто снимаем, может куда-то по нам на фестиваль отправим, посмотрим. И я не помню, сколько человек было в группе. Я сейчас буду перечислять национальности лучше. Это швейцарец. Я украинец, мексиканка, китайка, мальчик из Индонезии и из Британии девочка. То есть, как вы понимаете, канадцев в этом списке нет. В группе индусы у нас есть, да, китайцев несколько человек. Такая сильная диаспора из Мексики и Южной Америки, там Венесуэла, допустим. Из Европы мало. Но тебе нравится, что такие разные национальности? Тебе это интересно? Да, конечно, интересно. Но на самом деле, мне кажется, сейчас мир настолько globalized, скажем так, что я даже не чувствую этой разницы. Ни в свете кожи, ни кто откуда приехал. В Канаде все чувствуют себя один. Сейчас же такое движение с Black Lives Matter, что уже ходит мнение, что если ты не замечаешь этой разницы в коже, то ты являешься расистом. Ну, я не согласен с этой точкой зрения, потому что, как говорил Морган Фриман, по-моему, в своем интервью, что расизм будет существовать до тех пор, пока мы об этом говорим. И это чернокожий актер, напомню, тем, кто может не знает. Да, Морган Фриман. И я, в принципе, согласен, что, может, сейчас чернокожим людям не так хорошо живется, как бы им хотелось, но, мне кажется, для этого надо искать какие-то другие пути, чем революция, которая сейчас может произойти. Так я говорю, у нас все равно это спросит, поэтому давай, не дожидаясь вопроса, сами скажем. Во-первых, как у тебя с английским, а второй вопрос, это тесно связано, сколько примерно стоит твое обучение, как таковое, и сколько примерно стоит твоя жизнь, как таковая, в Канаде? Вот расскажи об этом по-английскому и по стоимости обучения и жизни. Да, с английским у меня все в порядке, потому что я его изучал на протяжении 12 лет, даже 13. Вот. У меня, конечно, есть акцент, но тут в Ванкувере у всех есть акцент, у кого нет акцента, он как раз таки в меньшинстве, поэтому это для меня не проблема. Да, стоимость обучения именно в киношколе это 50 тысяч канадских долларов, это примерно 40 американских. Ну, меньше 35, наверное. 35, да, это так. 35 тысяч американских долларов за год или за весь курс? Ну, один год это и есть курс, поэтому, это легко посчитать. Плюс тебе денег же ты тратишь на проживание, да? Да, я за квартиру, мои родители платят 765 долларов канадских за месяц аренда, плюс там коммуналка и интернет. Вот мне вчера рум-мейт прислал, допустим, счет, вот мне вышло за месяц 815 долларов. То есть ты живешь с кем-то еще с рум-мейтом, да? С товарищем. Ну и сколько у тебя, так, тысячи-полторы получается канадских? В месяц уходит? Да. Ну, по-разному, надо считать на самом деле, потому что у меня есть проблема, я не люблю готовить, это не мое, поэтому приходится питаться доставками, тем более во время карантина это была такая проблема. Ну, вот, и поэтому на питание 1,30-1,40 уходит в день, может. О, это очень много, мы с женой на двоих тратим 20 долларов в день на питание, потому что сами готовы. Я понимаю, что напряженно учишься и учился, ну, у тебя было время куда-то поехать, что-то посмотреть, где ты был, вот в Ванкувере, вокруг Ванкувера? Ну, я был в Ванкувере, я был в North Van, если это считается, что я выезжал из Ванкувера, по Канаде я еще не путешествовал, да, у меня на это времени не было, вот, но буквально пару дней назад мы ездили с командой на Location Scouting, это выбор локаций для съемок. Мы делаем проект для китайского кинофестиваля, который здесь пройдет, вот, и мы ездили куда-то за 70 километров от Ванкувера на восток, и там довольно-таки красивые были виды. Хорошо, а если сравнивать Ванкувер как город с Киевом, что больше в Киеве нравится, что больше в Ванкувере нравится? То, что меня, вот, прям очень удивило в Ванкувере, это, несмотря на то, день это или ночь, это час пик или не час пик, это карантин или не карантин, или это обычное время, пробки, точнее их отсутствие, оно всегда одинаковое. Я не знаю, как это все продумали, как все так рассчитали, что в любое время дня и ночи, в любое время года можно добраться за одно и то же время на машине. Транспорт, общественный, это тоже что-то, это космос по сравнению с Киевом, тут им приятно пользоваться. И это пока первый город в мире, который я увидел, что на общественном транспорте можно добираться быстрее, чем на машине. Это приятно. А так вот по парке, вот это вот все, природа, как ты знаешь, архитектура, как ты знаешь Ванкувер? Вот с точки зрения кинорежиссера, документалистов, допустим, вот какой более живописный город? Глупый вопрос, согласен, да? Где же умных надо брать? Ну, естественно, это Ванкувер, потому что есть урожение такое, что в кино Ванкувер never plays itself, потому что в Ванкувере можно снять любой город мира, по факту. И тут есть все, от пустынь до парков, от лесов до прекрасной архитектуры. Да, чайный таун тоже есть. Да, архитектура меня тут очень интересует, и Ванкувер мне очень она нравится, потому что тут нету зданий похожих особо друг на друга. И несмотря на небоскребы, которые здесь, ну их тут много, но тут очень комфортно, то есть эти небоскребы на тебя не давят. А вот такой вопрос. Я понимаю, что ты тут не так долго, меньше года еще, и 90% твое времени ушло на учебу, там еду и сон, но оставшееся время. Вот как ты оценишь, вот канадцы, люди, они считаются одними из самых вежливых в мире, ты с этим согласен? Какие еще качества тебе нравятся, какие не нравятся? Ну, опять-таки, я не особо много канадцев встречал на своем пути, потому что Ванкувер это просто магнит для всех национальностей мира. А не вот это и есть канадцы, вот эти все национальности мира. Ну, я многих спрашивал, у многих нету именно канадского гражданства, и они тут тоже пару лет буквально находятся. Ну, так что прям какой-то разницы, я даже врать не буду, что я не встречал такого, что ты наступил на ногу, перед тобой извиняюсь, я знаю, это распространенная история, но я такого не встречал пока. Но это и придет, это имеет место, это я могу сказать по себе, хотя бы ни я на ногу не наступаю, ни мне не наступают, как-то так, тут как ты стал транспорт, организовываешь, никто никого на ногу на ногу наступает, но все равно извиняются. Вот, хорошо, а что тебе не понравилось в Канаде? Ну, кроме вкуса еды, потому что тебе еда не понравилась, я даже не сомневаюсь, в Киеве, безусловно, еда намного вкуснее. Это правда, да. Что еще не понравилось? Ну, цены, естественно, конечно. Ну, хотя для канадцев я понимаю, что это, даже для канадцев, которые приехали там из Альберта или из других провинций, Ванкувер это очень дорогой город, по жилью это просто топ в 4 мира, по дорогой жизни, ну и жизнь тут довольно-таки дорогая, то есть в Киеве на те же деньги можно шикануть больше. А как карантин прошел? Проходит, прошел? Ну, в Канаде он так прошел довольно-таки хорошо, сейчас у нас маленькая заражаемость. В нашей провинции, в Британской Колумбии. В Бриссии, тем более, да. Вот. На карантине я на самом деле дома прям очень много не сидел, я все равно ездил к друзьям сначала просто повидаться. Ну, естественно, social distancing соблюдал, там маска и 2 метра это присутствовало. Ну, транспорт работал как обычно, поэтому спокойно можно было передвигаться по городу. У меня квартира примерно готова к тому, чтобы в нее прийти, поспать 6 часов и уйти. И когда, ну, начался карантин, то и ты остаешься в этой квартире, конечно... Она оказалась маленькой, да? Она оказалась маленькой и грустненькой, я бы сказал. Ну, то есть, какие-то мысли такие нехорошие тоже приходили, что... Ну, не про Канаду в общем и целом, ну, просто не всегда было понятно, что ты тут делаешь. Ну, когда в 4 стенах сидишь, это такое приходит иногда. В то время как на Украине жил в хорошем доме, за городом, да, там природа. Да, это я вот зимой, когда приехал в Украину, ну, замок просто. А вот экология как ты оценишь? Или опять же ты не можешь оценить? Претензий нет у меня к экологии вообще. Я знаю, что Ванкувер сейчас очень хочет перейти на полностью электромобильный транспорт. Пока это не получается, очень много бензиновых каров, но я думаю, в течение 10 лет это можно исправить точно. Зима, вот я коренной киевлянин, но когда я приезжал в Киев, это вот первое, что я заметил, я об этом совершенно не думал, но совершенно о другом, но я заметил, что воздух в Киеве намного более загазованный. Тут все машины с катализаторами платиновыми, которые дорогие, но они делают свою работу и выхлопа от машин запаха не слышат. Заметил это, нет? Ну, конечно, у меня довольно-таки проблемная слизистая оболочка, и от вот этих газов, от этих выхлопов я часто в Киеве болел. То есть у меня, ну, 4 раза в год у меня был насморк, у меня была простуда, и горло болело тоже из-за этого уже. В Ванкувере такого нет, я болел только один раз, и скорее всего это было из-за большой усталости, чем из-за экологии какой-нибудь. То есть учиться трудно, да? Да, особенно вот первая неделя семестра и последняя неделя семестра, это был, конечно, ну, такая напряженная штука. Вот у нас даже конспирологическая теория есть, что в начале третьего семестра, когда вот этот коронавирус только начинался, когда он только в Канаду пришел, вот. И у нас, ну, мы собрались на вечеринку, еще карантина не было, и мы тогда обсуждали, что походу мы все, наверное, им переболели, потому что вот за эту неделю она настолько была сложная, выматывающая, просто слегли все. И понятно, что пропускать школу нельзя, там один день пропустишь, потом очень сложно догонять, поэтому все друг друга перезаражали, поэтому, может, мы действительно переболели, у нас уже есть иммунитет. И вот такой очень обширный вопрос, сам выбирай степень обширности и продолжительности на него ответа. Вот планы на будущее, вот если бы все, кажется, если бы волшебником был я, если бы все пошло по-твоему, вот как бы ты хотел, чтобы было? Ну, то, что связано с Канадой, имею в виду. Ты бы хотел продолжить, хотел бы тут остаться работать, перевести родителей, вот как бы ты хотел? Если бы прям в идеале, то, конечно, у меня конечная цель это, скорее всего, Лос-Анджелес, если я там буду востребованным. Если ты там не востребован, там нечего делать, нечего туда ехать. В Ванкувере тоже очень развита киноиндустрия, но тут больше ценятся именно люди, которые работают на площадке. То есть все creatives, они приезжают, как правило, из Лос-Анджелеса, в студии их привозят, а тут уже набирают команду, чтобы... Исполнителей, так сказать. Да, но так как у меня цель это как раз быть креативом больше, то, конечно, цель это Лос-Анджелес. Хотя посмотрим, как будет Ванкувер развиваться с кинопроизводством, может после карантина будет какой-то подъем своего производства. Да, посмотрим. Я так понимаю, что ты приехал по студенческой визе. Расскажите, что это за виза, насколько ее трудно получить, какие, я знаю, что она дает право работать, то ли фултайм, то ли портайм, и собираешься ли ты использовать право и как-то работать? Да, эту визу действительно очень сложно получить из Украины. Вот, поэтому спасибо большое моей маме, которая этим всем занималась, собирала все документы, и мы получили эту студенческую визу. Да, для нее действительно нужно много документов, там справки из полиции, что ты несудимый, медосмотры всякие, военный билет нужен, вот. И все вот эти дела, это, конечно, не быстро все делается, поэтому, если вы собираетесь делать визу студенческую, не знаю, как рабочую, но студенческую точно, то надо прям заранее готовиться, где-то за год. Она дает право учиться, естественно, и если вы получите SIM number, да, называется? Да. SIM number. Social insurance number, номер социального страхования. Да, вот этот, если номер получаете, то она вам дает 20 часов работы в неделю, то есть вы имеете право работать в лекаре. А твои одноклассники, однокурсники, соученики, они как-то работают, подрабатывают или там некогда из-за учебы? Ну, в основном некогда, есть один студент, он работал до карантина в пиццерии, абсолютно сумасшедший вариант, это, конечно, потому что он работал ночью, из-за этого на учебу не было столько времени, и это, ну, не очень хорошо, как мне кажется. Поэтому, если, конечно, есть возможность не работать во время обучения, но это я про свою киношколу говорю, потому что я знаю, в университетах там график полегче, и можно совмещать. В киношколе это, можно попробовать, но это плохо. Дима, я тебе перебью, я скажу для наших зрителей, именно это не, наверное, а точно интересно. То, что вот Дима, Дима, родители заплатили 35 тысяч американских долларов за год обучения, это очень высокая цена, это киношкола. Обычно эта цифра, насколько я знаю, варьируется в районе 15-20 тысяч, ну, там, конечно, очень сильно зависит от того, там, бывает, чисто курсы английского языка, бывает, миллион всяких вариантов. Может быть, попытаешься воспользоваться этой правом на работу, чтобы как-то ближе прикоснуться к своей будущей специальности кино, да? Да. Ну, изначально я шел в киношколу ради связей, потому что нетворк, как раз эти связи, это самое важное, что может быть в кинопродакшене. Нам даже учителя в открытую говорят, что если вот вы хорошо зарекомендовали себя на площадке, вы, может, будете чуть менее профессиональным, но если вы профессионально относитесь к своей работе и видны ваши старания, то вас с более... Недолучного возьмут, да? Да, возьмут на следующий раз или на другую площадку, кто-то вас за собой подтянет. Допустим, недавно нас пригласили одна девушка из Китая, она с нами учится, у нее есть связи с китайским кинофестивалем, который проходит в Ванкувере, в этом году это будет онлайн. Вот, и мы делаем интро сейчас для этого кинофестиваля, очень короткий фильм, там 3 минуты буквально, вот и будем снимать. И вот уже, так сказать, я делаю какие-то шаги и обрастаю связями за счет этого. То есть тебе будут платить за это уже? Мне не будут платить, тут очень сложно, чтобы тебе платили прямо изначально. Дима, и ты не забудешь об этом сказать, когда будешь получать своего первого, а может не первого Оскара, да, ты расскажешь, как тебе было трудно начинать, ты бесплатно работал, да? Ну, все с трудом начинали, поэтому я не чувствую себя каким-то особенным здесь, через это, я думаю, стоит пройти, чтобы увереннее себя чувствовать наверху, надо сделать корни внизу сначала. И вот мне тут такая идея пришла в голову, а давайте мы с вами, зрители канала, дадим Диме задание. Вот пусть он в какое-то время, там, не знаю, через месяц, два месяца, выберет по нашим заданиям, которые мы ему скажем, на какую тематику вам интересно было, что вы посадите в Канаде, пусть он снимет какой-то фильм, и мы поставим на канал, и это будет его, он будет сдавать экзамен перед зрителями нашего канала. Договорились, Дима? Да, да, за это можно устроить, я думаю. Договорились. И, кстати, относится не только к Диме, если у вас есть какие-то идеи, интересные люди, если вы сами себя хотите снять и прислать мне с радостью, поставлю это на канал. И последнее, что я хотел бы сегодня сказать, я никогда не просил, вот там, подписывайтесь на мой канал, потому что я искренне не понимал, для чего это надо делать, люди смотрят и смотрят, какая у меня разница. Оказывается, я был неправ. Когда я обращаюсь к таким очень интересным людям с просьбой записаться на канале, они первым делом говорят, а сколько у тебя подписчиков? И когда я говорю, что там мы не достигли четырехзначной цифры, они к этому относятся как-то отрицательно, поэтому, ну вот те, кто смотрит, кому интересно, подпишитесь на канал. И моя жена тоже присоединяется, а то говорит, так смотрит, наверное, говорит, и подписчиков у тебя тоже мало, я не знаю, что она имеет в виду, под словом тоже буду думать. Спасибо, до свидания.